Итак, мы добрались до этапа восприятия производства общины. При этом будем исходить из презумпции, что необходимое для этой фазы постоянное приумножение учеников, лидеров и ячеек происходит с самого начала процесса. Сейчас же речь пойдет о воспроизводстве общин, то есть целых церквей, а не просто учеников, лидеров и ячеек. Мы вошли в фазу укрепления и миссионерских проектов. Это, безусловно, требует поддержания духа благовестия. Основание церкви — это всегда труд, труд большой и тяжелый. Церковь наполнилась новообращенными, и у каждого из них свои особенности, тревоги, мысли и переживания. Вам надлежит пасти стадо Божие, как подобает, оказывая необходимую душепопечительскую помощь. Чего ожидать на данном этапе? Во-первых, сосредоточие усилий на внутренней жизни церкви и, соответственно, определенного спада в благовестии. Конечно, переключение на внутреннюю жизнь общины в определенные периоды необходимо и вполне оправданно. И все же это явление должно быть временным. Оставаться замкнутыми на решение только внутрицерковных проблем нельзя. Это первое. Второе — привычка к удобству. Мы потрудились на славу, создали церковь, организовали служение, достигли финансовой самостоятельности. Нам есть где собираться. Уф, все. Механизм отлажен. Теперь можно расслабиться, перевести дух и просто обеспечивать его нормальное функционирование. Давайте-ка пока сделаем паузу. В конце концов, сил на создание чего-то нового все равно нет. В таком подходе кроется большая опасность. Сосредоточиваться только на поддержании динамики нельзя. Необходимо готовить церковь к воспроизводству. Где можно было бы создать новую общину? Знаете, как поступили мы? Едва организовав одну из церквей в Германии, на тот момент лидерский состав уже был, а общецерковного богослужения еще не было. Мы начали молиться о том, чтобы Бог открыл нам свою волю в отношении нашей будущей дочерней церкви. Что раздалить удивленные голоса? Вы еще здесь-то не все окончили, а уже грезите о дочерней церкви. Да, это пока только перспективные планы. Пока мы еще ищем Божьей воли. Следующий город, вверх по течению, Нойбург на Дунае. Что же, возможно, когда-то Бог отверзнет нам эту дверь. И действительно, спустя какое-то время, уже после моего отъезда, в Нойбурге действительно появилась наша дочерняя церковь. Община, о которой когда-то давно мы начали молиться. Причем, вот что интересно. Я уже рассказывал вам, что мы проводили и небезуспешно палаточные евангелизации. Так вот, угадайте, из какого города прибыли первые новообращенные. Как вы думаете? Из Нойбурга. Того самого Нойбурга, о котором мы не один год молились. И вот первыми плодами наших евангелизационных усилий стали новообращенные именно из этого города. Более того, именно из них сформировался лидерский состав новой общины, который по сей день совершает там свое служение. Итак, ваше дело посеять семена, а взойдут они в назначенное Богом время и по Его милости. И нередко как раз на этом этапе, который мы с вами сейчас обсуждаем. Напомню, главная функция основателя в этот период заключается в умножении общины. А дальше он либо отправляется заниматься другим миссионерским проектом, либо остается и занимается насаждением новых дочерних церквей в близлежащем регионе. В заключении, позвольте обратить ваше внимание еще на один момент. Он касается роли духовных даров на каждом из опозначенных выше этапов формирования церкви. Хочется верить, что ваш коллектив основателей одарен многосторонне и разнообразно, поскольку всеми духовными дарами сразу никто из нас не обладает. Давайте обратимся к схеме. Итак, фазы. Запуска, основания, структурирования и приумножения. С каждой новой общиной эта схема повторяется. На этапе запуска вам нужны благовестники и люди, обладающие даром апостолов. Речь идет не о 12 апостолах Христовых, а о совокупности присущих им качеств, способности быть первопроходцами, лидерами, видеть перспективы, не созидать на чужом основании, а идти туда, где еще не слышали о Христе. Такие люди вам просто необходимы, равно как и благовестники, потому что церковь начинается с возвещения благой вести. Кого учить, если нет новообращенных? Нет их, нет и церкви. Вот почему эти дары на первоначальном этапе являются ключевыми. По мере формирования общины возникает необходимость в учителях и душепопечителях. Паства нуждается в попечении, в нее могут входить люди из неблагополучных семей, страдающие от той или иной зависимости и так далее. Им надо помочь, им надо объяснить, что значит жить по-христиански. Это нормальный, закономерный, вполне ожидаемый этап в развитии церкви. А теперь представьте, что в команде у вас одни апостолы и благовестники. Друзья будут настаивать о них, что у вас там за проблемы, прекращайте уже, пойдемте проповедовать Христа, давайте покорять новые высоты. Иными словами, все это душепопечительское служение будет для них незначимо. А между тем, паства будет в нем нуждаться. Отсюда особая потребность в одаренных, увлеченных душепопечителях, равно как в учителях. Иначе кто будет кормить людей твердой духовной пищей? Кто будет укреплять их в вере? Переходим к следующей фазе, фазе структурирования. Это этап развития служений, на котором община нуждается в одаренных администраторах и управляющих, людях, обладающих организаторскими способностями. Если учителя и душепопечители больше ориентированы на человека и человеческие взаимоотношения, то управляющие — это как раз организаторы, способные составить бюджет и найти продуктивные способы развития церковных служений. На заключительном этапе вновь актуализируется потребность в благовестниках и апостолах. Как показывают мои, к сожалению, многочисленные наблюдения, отсутствие у миссионера-основателя всех необходимых даров приводит к тому, что церковь как бы зависает на той стадии, которая соответствует духовной одаренности руководителя. Во главе с благовестником или апостолом она не созревает, поскольку в ней нет должного научения, душепопечительства, ученичества как необходимого условия духовного роста общины. Людей постигает разочарование. Как же так? Его мало волнуют наши проблемы, ему бы все идти доблаговестовать. Но как быть нам? В итоге нарастающие разочарования и непонимания. Или другой вариант. Основатель, одаренный учитель или душепопечитель, который, как только появляется община, тут же переключается на любимые виды служения и сосредоточивает свои усилия исключительно на пастве, утрачивая, как мы уже сказали, ориентир вовне. И это опять-таки ведет к стагнации. Хорошо. Тогда где же выход? Ведь обладать всеми дарами невозможно. Принимайте в коллектив тех, кто одарен иначе, чем вы. И лучше, если это будут новообращенные из вашей же общины. Вспомните уверовавшего во Христа Аполлоса из Ефеса. Его обучили, отправили на служение, и уже он, в свою очередь, учил о Господе. Или Прескилла и Акилла, фактически, учителя Аполлоса. Таких людей Павел отправлял для совершения служений, которыми не занимался сам. И в заключении несколько вопросов по практическому применению материала. Проанализируйте динамику развития своей общины и постарайтесь определить, на какой фазе развития вы находитесь в данный момент. Что необходимо для перехода церкви на следующий этап? Не находится ли она в состоянии застоя? Как обеспечить ее здоровое развитие и способность к воспроизводству? Также проанализируйте и свои духовные дары. Как вы можете максимально послужить ими общине, способствуя ее правильному формированию? Возможно, вы скорее неоснователь первопроходится, администратор и управляющий. И, следовательно, принесете больше плода, трудясь именно на этом поприще. Тогда как служители, одаренные в другой области, займут, соответственно, свои ниши. Продолжение следует... Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok